15 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2930, тема «Проповедь благовестия». «Почему вы не в каждой проповеди ссылаетесь на жития и каноны соборов?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не представился случай. Иван Златоуст совершенно как будто не слышал про соборы, ни одной ссылки. У меня их сотни рассыпаны в книге к истинному православию. Житий было не столь много тогда, и Златоуст ссылается на известные случаи и крайне редко. И при том эти проповеди находятся в разделе, где сделана приписка, что их ему приписывают. То есть может быть неподлинный его спурья. «Моя задача – восстановить авторитет Библии в церкви и в сердцах людей». Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших». Если брать за основу памяти святых и подражание их жизни слова Павла, то опустимся только к первому веку, перечеркнув замшелое монашество, как врагов проповеди в миру. Послание к евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Если я ссылаюсь на каноны, то для подтверждения, что священство нынешнее, как и далеко вчерашнее, есть неучи и страшные невежды и неверы в этих соборах. «Вся наша церковная дисциплина основана на Библии и на канонах». Книга Прока Исаия, 8 глава, 20 стих. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». «В молитвах многие проведшие дни, о Матерь Божия, Пресвятая Дева, я дне с Тебя молю, оборони от Божьего карающего гнева. Пречистая, Ты ясный свет дневной, сияющая в небесах денница. Ты, что святей обители святой, меня услышь, небесная царица. Ты, укрепленная Творцом земли, прикосновением Святого Духа и Сыном осененая, внемли мой стон, пусть Твоего достигнет слуха. «Родившая того, кто триедин, вскормившая его, как по рождению, любимый и единственный Твой Сын и Господин Твой, Царь по сотворению, я с праведного сбившейся пути днесь преклонился пред Тобой в смирение. Услышь мои мольбы и обрати ко Всеблагому, как свои моления. Ты вознеси мольбу мою и с ней соедини свое святое слово, и пусть оно дойдет до Всеблагого, любовью озаренного Твоей. Пусть не карает он меня сурово, хоть я, быть может, худший из людей, пусть не казнит, а даст мне силу снова ему молиться до скончания дней». Григорий Нарикоцы